В начале 20 века от кори умирал каждый четвертый ребенок, поступавший в детскую больницу. У нас тут есть симптоматика, клиническая картина. Это насморк, конъюнктивит. Да, да, да. Внешне, может быть, поначалу похоже на острое респираторное заболевание. Вот как раз я об этом хотела сказать, что не всегда можно понять вообще, чем ты сейчас болишь. По данным Роспотребнадзора, 20% случаев заражения кори были завезены из-за рубежа. Вы об этом тоже упомянули ранее. При этом 44% больных связывают болезнь с поездкой в другие регионы страны. То есть нам ее завозят те, кто был в детстве не привит? Да, конечно. О коре поговорим сегодня. Это главные новости. В студии Адалия Коломит. Здравствуйте. У нас в гостях сегодня профессор, заведующий кафедрой детских инфекций КГМУ, главный внештатный детский инфекционист Республики Татарстан, Владимир Алексеевич Анохин. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что нашли для нас время. 8 800 532 55 и 511 99 66. Номера прямого эфира в ближайшие 20 минут. Мы будем рады вашим звонкам. Звоните, высказывайте свое мнение, задавайте вопросы, если они у вас есть. С начала года в Татарстане зарегистрировано 212 случаев кори. Об этом сообщил Роспотребнадзор по республике. Почему вдруг такая вспышка, как ее остановить, об этом мы поговорим сегодня. Для сравнения, Владимир Алексеевич, я посмотрела статистику. В 2023 году всего в республике было 154 случая кори. Это за весь год. А мы сейчас только прошло полгода, можно сказать, с начала года. И у нас уже 212 случаев. Это вспышка? Да, тут несколько причин, наверное. Назвать это вспышкой нельзя. Наверное, это подъем заболеваемости, который происходит буквально, наверное, каждые 15-20 лет мы попадаем именно в этот период. Скорее всего, это общий подъем заболеваемости, который регистрируется в целом по миру. То, что касается прошлых лет, но все-таки учтите, что тогда была у нас коронавирусная инфекция, у нас тогда была изоляция и так далее. Контактов было существенно меньше. И поэтому заболевших, естественно, было меньше. Что касаемо сегодняшней ситуации, то исходно, скажем так, заболевания появились и распространились у нас, в том числе с людьми, приехавшими из-за ближнего зарубежья, Средняя Азия. Отсюда именно, скажем так, мы имели первых заболевших. Ну, а кори очень заразная инфекция, причем высоко заразная. Да, а вот хочется объяснить для тех, кто не болел никогда, что это такое, что вообще за инфекция, что она за собой влечет? Это достаточно серьезное такое вирусное заболевание, которое вызывает болезнь, скажем так, при даже сравнительно коротком контакте, достаточно воздушного переноса этого возбудителя, для того, чтобы инфицироваться, то без заразиться и заболеть. То есть заболевание протекает по-разному, причем в ряде случаев, я могу сказать, что, например, в начале 20 века от кори умирал каждый четвертый ребенок, поступавший в детскую больницу. Но это были осложнения со стороны головного мозга, это были осложнения со стороны легких, которые приводили к таким печальным последствиям. Где-то с середины 20 века, когда в советское время была введена, был создан национальный календарь прививок, возможно, известный вам, и куда корь вошла одной из первых. Благодаря этому это привело к такому существенному снижению заболеваемости. Корь перестала быть массовым заболеванием, ну и стала периодически регистрироваться в разных детских коллективах. Обычно это дошкольные учреждения, иногда в школах и так далее. Случаи заболеваний среди взрослых ранее вообще не наблюдались, поскольку большинство людей переносили эту инфекцию в детстве. А что касаемо взрослых сейчас, то взрослые, в общем, это такая мировая статистика, переносят эту инфекцию существенно хуже, чем дети. Да, во всяком случае, и общие проявления интоксикации, температурной реакции. Ну, как, впрочем, со многими болезнями инфекциями. Наверное, детскими инфекциями. Даже ветрянка же тоже во взрослом возрасте. Да, 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 да. Ну, в общем, как говорится, все нужно делать в свое время. Болеть надо в детстве. Детскими инфекциями, во всяком случае, надо... Ну, болеть не нужно. В данном случае у нас есть реальная такая основа защиты вот этой инфекции. Это вакцина, которая делается дважды по национальному календарю. Она бесплатная, делается она в год. Ревакцинация, то есть повторное введение делается в 6 лет. Хотя эта вакцина, в общем, живая, так называемая... Существует несколько типов вакцин. Живая вакцина наиболее, скажем так, эффективна из всех групп вакцин. И, в принципе, даже бы достаточно было одной вакцинации годовалой. То есть иммунитет держится довольно долго? Да, в 6-летнем возрасте, по сути дела, это почищающая вакцинация. То есть в тех случаях, когда у кого-то там не сформировался иммунитет. То есть проведение вакцинации достаточно эффективно защищает. Более того, эта вакцина используется не только для вот такой массового предупреждения, но и в ситуациях, когда, например, в каком-то детском коллективе появился случай заболевания, предупредить контактировавших детей, те, которые не привиты, можно с помощью вот этой самой вакцины. То есть эта вакцина, которая сделается в первые трое суток, она, в общем, может эффективно предупредить заболевание. Не только уменьшить, скажем, какие-то внешние проявления болезни, а полностью, так сказать, исключить это заболевание. Вот, так сказать, она эффективно действует и формируется быстрый иммунитет. Вы вот говорите, что у нас, в принципе, пожалуйста, в общем доступе вакцины от кори бесплатно пришел, поставил и все. Да, конечно. А, видимо, в других странах это как-то все иначе происходит, потому что по данным Роспотребнадзора 20% случаев заражения кори были завезены из-за рубежа, вы об этом тоже упомянули ранее. При этом 44% больных связывают болезнь с поездкой в другие регионы страны. То есть нам ее завозят те, кто был в детстве не привит? Да, конечно, конечно. В данном случае заболевают те, кто не был привит. Случай заболевания у привитого, вещь возможная, но достаточно редкая. Обычно все-таки не болеют люди, которые ранее были привиты против этой инфекции. То, что касается ситуации в других регионах, я знаю, что в 90-е годы была сложная ситуация именно с этой вакциной, с коревой вакциной. Ее не хватало, поскольку она выпускалась. Вы знаете те социально-экономические события, которые происходили в то время. Что-то не выпускалось, что-то вообще не использовалось. Потерялись какие-то исходные вещи, штаммы вот этого кривой вакцины, потерялись технологии. Ну, в общем, одним словом, сейчас все это восстановилось, и мы используем эти вакцины. Вообще, если говорить о вакцинах, то это в полной мере можно считать идеальным продуктом, поскольку в случае, скажем, каких-то осложнений или каких-то побочных реакций. Ну, все в этом мире, конечно, имеет побочные реакции. Сто процентной гарантии никто не может дать, конечно. Нет, да. Но в данном случае мы всегда опираемся на вот эти высокие цифры эффективности, в 90 с лишним процентов, которые позволяют нам уверенно работать, скажем, именно этой вакциной. Ну, вот таким образом можно было бы предупредить. Вы знаете, может ли возникнуть? Ну, конечно, вряд ли, не очень вероятно, но, тем не менее, какая-то реакция и есть. Вообще, если вводится в организм что-то, то, возможно, какие-то, в большинстве случаев это никак не проявляется. А у кого-то это может быть повышение температуры, какое-то недомогание временное. Вот. Но, тем не менее, случаев каких-то серьезных, которые бы приводили к серьезным, скажем, последствиям, то, что касается, скажем, вот даже той же самой кривой вакцины, этого нет. А вот, например, от болезни, от кривой, какие могут быть осложнения? Да. Вы знаете как? Ну, вот я уже сказал, что, в общем, летальность или число умерших детей было достаточно большим, скажем, даже в начале 20 века. Сейчас, в общем, медицина такова, что мы как-то вот эти острые проявления заболевания, это позволяет нам эффективно купировать. Но далее процесс может быть, ну, абсолютно непрограммируемым. Это связь этой инфекции с целым рядом серьезных дегенеративных, тяжелых заболеваний нервной системы, патевого рассеянного склероза, подостерого склерозирующего панцефалита. Ну, масса. Я даже не буду загружать вас, поверьте мне, что это, в общем, случаи заболеваний, которые приводят не только к инвалидности, но и, к сожалению, к летальным исходам. Это первое. Достаточно тяжелые бывают пневмонии в этом. Плюс ко всему обычно переносимое заболевание вызывает состояние такого временного подавления иммунитета, то есть организм становится восприимчив к другим инфекциям. То есть корь – достаточно неприятная вещь, и если есть возможность как-то предупредить это заболевание, я думаю, что это следует сделать. Вот попрошу режиссера еще раз вывести нашу картинку «Внимание, корь». То есть у нас тут есть симптоматика клиническая картина – это насморк, конъюнктивит. Да-да-да. Внешне может быть поначалу похоже на острое респираторное заболевание. Вот как раз я об этом хотела сказать, что не всегда можно понять вообще, чем ты сейчас болен. А у нас ведь принятый менталитет такой в народе, что у них есть какая-то аптечка, которая всегда дома лежит, и они готовы взять вот из этой аптечки, сами установить себе диагноз и начать заниматься самолечением. Это просто бич, мне кажется, нашего общества и нашего времени. Всегда ли бывает сыпь? Да, конечно. Всегда сыпь бывает, всегда конъюнктивит бывает. Единственное, что распространяться она может с разной интенсивностью, в разном темпе, скажем, обычно, но всегда она начинается с лица и далее распространяется вниз на туловище, на руки-ноги. Обычно так. Но иногда у взрослых все это ограничивается двумя днями, то есть сыпь у нас остается только на лице и на туловище, на ноги, там, скажем, не распространяется. Но это все нюансы. Принципиально это ничего не меняет. По большому счету, вот вы заговорили об аптечке, а корь – это классическая детская инфекция. Вот если она началась, остановить ее невозможно. Можно только попытаться как-то… То есть обязательно появится сыпь, чтобы вы не пили какие-либо лекарственные препараты. Температура будет высоко. На очень короткое время снижают эти жаропонижающие препараты. Температура будет держаться очень высокая и так далее. Это неприятное очень заболевание, поверьте мне. И если оно началось, оно пойдет по своему сценарию. Как-то вмешаться в него. Вне зависимости от того, что вы делаете. Ничего не получится. То есть здесь только один вариант – это поход к врачу, впрочем, как в других ситуациях. Или на фоне уже появившейся сыпи поставить этот диагноз. Вы говорите, что этот сценарий, да? То есть эта болезнь, инфекция, она циклична. То есть могло быть такой же сценарий, примерно, 15 лет назад. Да, конечно. Почему так? Объясните. То есть не каждый год, например. Конечно, сейчас достаточно нередкое явление, которое мы называем антипрививочниками, антиваксеры, так называемые. Это люди, которые в большей мере ориентируются на мнение каких-то социальных сетей, чем на, скажем, мнение медицинских работников. Заражают иногда искусственно даже этих детей. И такие случаи тоже есть для того, чтобы ребенок перенес. Это заболевание. Но это очень опасно. Во-первых, само по себе заболевание, оно и неприятно, и плохо, и так далее. И плюс ко всему, оно несет целый ряд таких опасностей, которые потенциально и в будущем, да и в настоящем могут отразиться на здоровье ребенка. Потому что там какая-нибудь ветряная оспа, в последующем формируется опоясывающая, лишая тяжелые какие-то изменения со стороны не только, скажем, кожи, но и со стороны центральной нервной системы. Там скарлатина, она связана с тяжелыми ревматическими системными аутоиммунными заболеваниями, если я понятно это говорю. Ну вот, то есть целую группу заболеваний детских, которые мы можем предупредить, таким образом мы можем предохранить вообще человека от последующих каких-то болезней, в том числе и во взрослом возрасте. Рассеянный склероз. Рассеянный склероз, да. Рассеянный склероз, это уже достаточно точно установлена связь. То есть это следствие того... Да, считается в этом случае, что вирус кори, он как бы сохраняется в таком спящем, условно говоря, состоянии, если проще объяснять. И в последующем, под воздействием каких-то факторов, не всегда понятных каких факторов, начинает развиваться вот такое тяжелое дегенеративное заболевание, изменяется. А как лечит кори в целом? Вот обратились к врачу, начинается этот процесс. В целом, это вирусное заболевание, как мы с вами уже говорили. Оно проделывает свою определенную симптоматику и температуру. Она будет сколько положено. И вот пока высыпание продолжается, температура будет держаться, что тут не делай. Но мы можем в данном случае обычно при поступающей в отделение, будь то взрослый или ребенок, обычно, есть возможности снизить интоксикацию, какие-то жидкости мы начинаем вливать. Если мы находим какие-то воспалительные заболевания в легких, назначаются антибиотики. Но в целом, если говорить о лечении кори, это вирусное заболевание. К сожалению, у нас пока нет никаких противовирусных, противокоревых препаратов, которые серьезно могли как-то повлиять на течение болезни. Нет. Опять-таки, повторюсь, болезнь, если началась, она будет идти. А когда были благополучные годы по коре в нашей стране? Благополучные годы, я могу сказать, это годы 70-е, 60-е, 70-е годы. В 80-е уже стало коре побольше. А 60-е, 70-е уже прививка тогда была? Да. Она была введена одной из первых в национальный календарь прививок. Вот сейчас там уже у нас 15 вакцин, вернее, как мы можем предупредить, 15 заболеваний с помощью вот этих вакцин, которые федеральный центр направляет нам бесплатно для всех людей, начиная, скажем, с туберкулеза и заканчивая гриппом тем же самым. Ну вот, а вот если говорить о вакцине против кори, она была одной из первых вместе с вакциной против полиомиелита. Тогда полиомиелитов в 50-е годы было очень много. И тогда она вот дала такой толчок, в общем, достаточно эффективный. А тогда вот какого-то движения такого антивакцинаторского не было. Прививались все дети. Это практически привело к тому, что мы кори-то и не видели. Даже по своему, так сказать, опыту, тогда я еще был и учащимся, и так далее. И когда проходили мы эти занятия, в общем, мало было. Потом появились. Владимир Алексеевич, с детьми понятно, в год предложат привить, в шестере вакцинировать. Вот, например, человек о взрослом возрасте сейчас задумался о том, что родился в каком-нибудь 80-м, 80-м, 90-м, 95-м году. Не зная, ставили мне прививку от кори или не ставили. Да, конечно, конечно. Как быть, что делать? Конечно, ввести вакцину. То есть не бояться того, что... То есть не бояться того, что... Это абсолютно безопасно и по-прежнему так же эффективно, как и у ребенка, введение вакцины взрослому человеку. И фактически каких-либо серьезных проблем нет, конечно. Противопоказания? Да, во всяком случае, наши учащиеся и наши ординаторы, молодые врачи, которые выходят у нас на работу, они вакцинируются против всех инфекций, в том числе и против кори. А одна прививка на всю жизнь? Да, надежно, конечно. На всю жизнь хватит. На всю жизнь. Есть у вас, может быть, какой-то совет для родителей, которые не хотят ставить лишний раз прививку? Если можно, коротко. Да, но если говорить коротко, то я могу сказать, что это на сегодняшний день вообще, так сказать, во всем мире создание вакцин – это одна из самых передовых технологий. То есть это вот топ технологических выпусков лекарственных препаратов или каких-либо других. Это фактически идеальный препарат, который очень редко дает какие-либо реакции или осложнения. В то же время введение этой самой вакцины позволяет избежать, в общем, достаточно серьезных проблем, о которых мы с вами сегодня говорили. И таким образом, как бы, да. В принципе, все понятно. Владимир Алексеевич Анохин, профессор заведующий кафедрой детских инфекций КГМУ, главный межштатный детский инфекционист Республики Татарстан, был у нас сегодня в гостях. Спасибо вам большое за эту беседу. Будьте здоровы, не болейте. Это были главные новости. Аделья Коломитц, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова